Последнее, что нам нужно рассмотреть, это присоединённая масса. Вообще говоря, получить присоединённую массу и выражение для присоединённой массы – это очень сложная задача. Для того, чтобы её аккуратно решить, необходимо записывать уравнение в частных производных для гидродинамики. Это задача математической физики. И само решение вычисления этой присоединённой массы является очень громоздким процессом и громоздким выражением. Но для некоторых тел простейшей формы присоединённую массу можно получить достаточно просто. И она имеет простой вид. Полезно знать следующее, что масса присоединённая для шара равна массе жидкости в объёме, занимаемом половиной шара. То есть это РО жидкости умножить на В шара пополам. Ну или, если расписать объём шара, это РО жидкости на 2 третьих ПР в кубе. Для цилиндра, движущегося перпендикулярно своей оси, масса присоединённая цилиндра равно просто массе жидкости, РО жидкости, на объём цилиндра. Или же РО жидкости на ПР в квадрате на L, где L – это длина цилиндра. На этом информация для школьников, которую можно рассказать простыми словами. По поводу присоединённой массы, видимо, придётся считать завершённой, поскольку сам процесс вывода на школьном уровне рассказать не представляется возможным. Нужно записывать уравнение гидродинамики через либо сферический поленом или жандр, либо через функцию Бестеля. Это достаточно сложно и требует знаний уже, по крайней мере, первых двух курсов университета. Спасибо.